В этот день 12 августа родились Витус Беринг – русский мореплаватель датского происхождения. В честь него назван пролив между американским и евразийским континентами. Цесаревич Алексей Николаевич – сын последнего императора из рода Романовых Николая II. В этот день 1644 года мастер Яган Критслер из Страсбурга подвал в посольский приказ смету на строительство каменного моста через Москву-реку. Строительство этого грандиозного по тем временам сооружения началось при царе Михаиле Федоровиче, а закончилось при царевне Софии. 12 августа 1759 года состоялось Кунерсдорфское сражение. Армия прославленного полководца Фридриха II была наголову разбита русской армией. 12 августа 1824 года Александр Пушкин был выслан из Одессы в свое имение Михайловское. Считается, что в пору Михайловской ссылки он создал лучшие свои произведения. Пушкиногорский район Пушкиногорский район раскинулся к югу от Пскова. И все теперь напоминает здесь о русском поэте, даже его название. А вот во времена самого Пушкина все здесь напоминало о седой древности. Когда-то здесь располагался относительно значимый город Воронич. Он входил в цепочку укреплений, которые прикрывали Большую Псков от нашествий с запада. И все же в эпоху Ивана Грозного город-крепость пал. Эти земли были сильно разорены польско-литовскими войсками, и былого расцвета они не достигнут. На месте Воронича остался лишь холм, который, говорят, привлекал внимание Пушкина своими загадочными видами. Старые городища, Святогорский монастырь со своим пыльным архивом, деревенская патриархальная жизнь. Это не просто декорации, в которых великий поэт жил и писал. Это была среда, которая его формировала, в которой он создал одно из главных своих исторических произведений Борис Годунов и центральные деревенские главы Евгения Нигина. Начало этого этапа жизни поэта было тоскливым. В 1824 году он пребывал в фактической ссылке на юге страны. Чуть ли не все смелые анонимные стихи приписывались его перу. Его бы считали опасным. И вот из одной этой ссылки Пушкина отправили в другую ссылку. Но теперь за его поведением официально взялся приглядывать сам батюшка Пушкина, Сергей Львович. Это стало причиной их серьезной ссоры. Молодой поэт тяжело пережил факт домашнего ареста, да еще в глуши, в имении своей матери в селе Михайловском под Псковом. От оперы, от темных лож и, слава богу, от вельмож, в далекий северный уезд. И был печален мой приезд. Но не таков был поэт, чтобы подолгу смаковать уныние. Очень быстро он научился радоваться верховым прогулкам под здешним живописным местам. Он наслаждался компанией своей няни Арины Родионовы. Как писал Пушкин брату Льву, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Так что именно благодаря этим вечерам с няней, которая была замечательной рассказчицей, мы читаем теперь добрые пушкинские сказки. И в этом также и весь поэт. Пушкин умел в любой ситуации находить пищу для ума. А размеренная деревенская жизнь дала невероятный толчок для внутренней работы. Пушкин часто посещал местный Святоборский Успенский монастырь. На самом деле это тоже было частью обязательной программы его ссылки. Он проходил духовные наблюдения у ягумена монастыря Иона. Кроме задушевных разговоров со старцем, он обнаружил ту библиотеку с летописями. Все это легло в основу масштабной работы под исторической драмой Борис Годунов, что стало поворотом в творчестве Пушкина. Автора почти нигде не видишь. Перед тобой не куклы на проволоке, действующие по манию закулисного фокусника. Так отозвался о драме Петр Вяземский. Эпоха ходульных персонажей, говорящих ненатуральный текст, оказалась позади. Это было движение к реализму в литературе, а еще смелое и сложное исследование явления власти. Молись за меня, бедная Николка. Нет-нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. Чего стоит какая-то сцена разговора Юродиова и царя Бориса? И этот тяжелый неожиданный финал со знаменитыми словами «Народ безмолвский». Едва ли не половина пушкинских строк, которые мы учили в школе, была написана поэтом в Михайловском. Начиная с романтического стихотворения, я помню чудное мгновение и кончаясь серьезным пророком. Удивительно, как ссылка помогла душевной работе поэта, его внутреннему сосредоточению. И здесь же, в Святогорском Испенском монастыре, где у Пушкиных фамильная усыпальница, поэт предпочел обрести и последний приют.